Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне? Ответ на этот вопрос знает Наталья Исаева. Женщина уже 8 лет трудится почтальоном в селе Богдановка Нефтегорского района. Работа в сельской местности особенная, здесь все друг друга знают. За долгие годы общения успевают полюбить, рассказывает Наталья. Она стала победительницей ежегодного конкурса «Лучший почтальон». Теперь счастливая обладательница велосипеда. Работа, она не более тяжелая, просто проходимость у нас большая. Из-за этого, конечно, что нам велосипед подарили, это очень хорошо. Из-за того, что 2,5 километра в день мы примерно проходим. Конечно, с велосипедом будет легче. У меня есть, но он старенький уже. Награда была передана от депутата Госдумы Александра Хинштейна. Профессионализм участников оценивался компетентным жюри. Помимо неких производственных технических показателей, таких как лина участка, например, то количество писем, посылок, которые доставляет почтальон, мы, конечно, учитывали ту обратную связь, которая поступает от жителей села о работе конкретных почтальонов. В Самарской филармонии наградили лучших сотрудников почты в регионе. Грамоты от губернатора Самарской области получили десятки лучших специалистов. Знаете, невозможно просто представить единство страны без почты России. Ну, невозможно. Именно вы связываете судьбы людей, вы их знакомите, вы поддерживаете эти взаимосвязи, без которых, наверное, ни один человек не может ощущать себя человеком счастливым. Я вас за это сердечно благодарю. С каждым годом почта становится все ближе к населению. Улучшаются условия трудоработников отделений, клиентам становится проще пользоваться услугами. 66 отделений связи в этом году будет полностью модернизировано. Это не только ремонт, это и новая мебель, и новые услуги. Поэтому задач, конечно же, у нас меньше с вами не будет. Уже через несколько дней в Самаре планируется открытие первого операционного центра. Там будут в кратчайшие сроки обрабатываться обращения клиентов со всей страны. Ксения Баканова, Николай Епифанов, События.